Сегодня в городской больнице открылся новый пункт по обмену книгами. Благодаря сотрудникам библиотечной системы он стал уже восьмым в Лабытнангах. Здесь любой желающий может взять почитать книгу, оставленную предшественником. Букроссинг – так называется это движение, которое зародилось еще в 2001 году. И сегодня охватывает полтора миллиона человек по всему миру. Что мы обычно делаем с прочитанной книгой? Ставим на полку и годами не вспоминаем о ней. Но зачем оставлять ее пылиться, если она может пригодиться кому-то? Так размышлял создатель Букроссинга Рон Хорнбекер. В России эту идею подхватили в 2004 году. Тогда и у нас появились эти уникальные библиотеки, в которых нет сотрудников. Все функции выполняют сами читатели. На полках стеллажа большой ассортимент литературы. Здесь можно найти детектив, женский роман, фантастику, энциклопедию и многое другое. Когда берешь книгу в руки, ощущаешь вот этот шелест страниц, слышишь запах типографской краски и понимаешь, что книга живая, у нее есть душа. Но книга живая только тогда, когда ее читают. Когда книга забыта, она становится просто кучкой бесполезной макулатуры. Поэтому вот и появилось такое движение. Вообще для Букроссинга не нужны специальные места. Книгу можно оставить и в парке, кафе или в музее. Но в лексиконе опытных Букроссеров присутствует понятие «защищенная полка». Это то место, где книга точно найдет нового читателя. Такие пункты у нас создает наша централизованная библиотечная система. Книги для вот этого Букроссинга приносят обычные люди, к которым уезжают, продают квартиры, кому-то не нужны уже эти книги. Выбросить это нехорошо, книгу нельзя выбрасывать. Они привозят к нам в библиотеку. Поставить мы ее на баланс не можем, конечно. Но для таких пунктов это совсем незаменимая вещь. Люди пользуются. Стать активным участником движения может любой. Главное соблюдать правила. Прочитал – оставь другому. Я считаю, что это очень актуально. Ведь в наше время много людей просто не читают книги, а убивают время на другие занятия, допустим, на видеоигры. Как сказал один человек, когда человечество перестанет читать, оно вымрет. Читать нужно, надо. Многие, наверное, не хотят просто покупать себе книги, а так могут прийти, взять и почитать. Если в вашей домашней библиотеке есть экземпляры, которыми не жалко поделиться с другими, вы тоже можете запустить их во всеобщий книговорот. Нужно только зарегистрироваться на сайте www.bookcrossing.ru. Там каждому бумажному изданию, которое пополняет эту свободную коллекцию, присваивается свой номер. Это позволяет отслеживать движение книги по городу или даже стране. Не зря ведь «Букросинг» еще называют освобождением книг. Приятного чтения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...